Привет, друзья! Сегодня с вами Зайчик Ми, и сегодня я хочу вам прочитать очень интересную сказку, которая называется «Грушевая девочка». Жил в одной стране крестьянин. На клочке своей земли развёл он сад, и росла там особенная груша. Каждый год крестьянин собирал четыре полные корзины отменных плодов и отправлял их в королевский дворец. Но случился неурожайный год, и груш набралось всего лишь три с половиной корзины. Побоялся крестьянин гнева короля и посадил в корзину свою дочь, а сверху насыпал крупные груши. Слуги короля ничего не заметили и принесли во дворец четыре полные корзины. Так девочка вместе с грушами оказалась в королевской кладовой. Пошла повариха в кладовую за припасами и увидела девочку. Никто знать не знал, кто она и откуда. Глаза у девочки сияли, будто весенние фиалки. Вот и назвали ее Фиолетой и оставили во дворце. Была Фиолета девочкой доброй и веселой, и хорошела день ото дня. Однажды она поливала цветы в саду и встретила королевского сына. С тех пор принц и Фиолета очень подружились. Но завистливые служанки не могли ей этого простить. Они стали распускать о ней злые слухи. Дошли те слухи и до короля. Призвал он к себе Фиолету и грозно спросил, «Правда ли толкуют, будто ты похвалялась раздобыть сокровища старой ведьмы?» Несчастная Фиолета уверяла, что ничего такого не говорила. Но король и слушать ее не стал. «Без ведьминых сокровищ не возвращайся», — сказал он. Все очень любили Фиолету и жалели ее. Особенно горевал принц. Но ничего не поделаешь, пришлось девушке покинуть дворец. Усталая брела она по дороге и увидела цветущую грушу. Забралась Фиолета на дерево и уснула. На рассвете разбудила ее маленькая старушонка. «Что ты делаешь на дереве, грушевая девочка?» Фиолета все рассказала старушке, и та обещала помочь. Велела она идти прямо, не сворачивая, и дала на прощание. Краюху хлеба, веник и один совет. Долго шла Фиолета и увидела на поляне большую печь. Три женщины руками выгребали из печи горячую залу. Девушка подарила им свой веник. В благодарность женщины показали ей дорогу к дому ведьмы. Не успела Фиолета пройти и десяти шагов, как навстречу ей выскочили свирепые и голодные псы. Она кинула им хлеб. Псы наелись и завиляли хвостами. Прошла Фиолета еще немного и оказалась на берегу широкой речки. Вспомнила она совет старушки и сказала, «Реченька чистая, быстрая, речистая, волны свои не кати, дальше меня пропусти». И речная вода раступилась. Фиолета оказалась перед домом ведьмы. Прошла она в дом и увидела сундучок с драгоценными камнями. Сундучок был заколдованный. Как только Фиолета подбежала к речке, сундучок закричал, «Бурли, река, залей берега!» Не послушалась его река и пропустила Фиолетту. Не набросились на нее злые псы, а женщины не кинули девушку в горящую печь. Отплатили ей за доброту. Вернулась Фиолета в королевский дворец. Просился ей навстречу обрадованный принц и прошептал, «Попроси у короля в награду за ведьмин сундучок корзину груш, что стоит в кладовой». Жадный король был рад, что получил сокровище и приказал исполнить просьбу девушки. Не догадывался он, что под грушами спрятался принц. Принц так любил Фиолетту, что пожелал немедленно на ней жениться. И королю ничего не оставалось делать, как дать свое согласие. Ну что, ребята, вам понравилась сказка? Здорово! Тогда не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. А я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok